Эдакий Гринч от Мира Изумрудного Города получился крайне не обаятельным бомжарой, а вкупе с булфинг... Пацаны и пацаны, совсем доброго, привет! Душный конвейер Мельницы, мультомыл от Чака Ревьюного, его видос вышел, и мы его смотреть с тобой будем, но еще до этого, на самом деле, были про Мельницу, про эту студию, несколько видосов, ну или точнее, два видоса, по-моему, если не ошибаюсь, это как раз та студия, которая Алёша Попович и Царевич, и вот это вот все, все эти мультики делает. Давай смотреть, реакция, ссылочка на оригинал внизу, себе пальчиком авансиком, огромное спасибо, кто не забывает это делать, естественно, комментарии пишите, чем больше, тем лучше, и подписывай, личики организуйте, дзынь-дзынь, с бобенцами, чтоб звенели, ну ребята, но бобенцы должны звенеть, это факт, это база! А, прежде чем начнем, сейчас скажу, что есть телеграм-канал, ссылочка на него внизу, там вообще вся жизнь абсолютно находится, так что, ну, как бы, если тебя там нет, то ты, получается, мимо жизни, жизнь мимо тебя проходит, вот, а еще, на самом деле, есть каналчик с игрушечками, где мы вместе проводим время не только за видосами, но и, естественно, соответственно, за игрушечками, был недавно создан, но уже, как бы, там, контентик, так сказать, ребята, образуется, ссылочка также внизу, буду рад видеть. Все, давай начнем, давай смотреть, поехали! Милая заставочка Чака, как обычно. Я так больше не могу. Так, подожди, ты опять интеграция? Сейчас опять интеграция начнется, да, потому что у него он любит, да, 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 интеграция, ребята, как бы, типа, видимо, это, сейчас, начинаем, вот сейчас, вот, прямо сейчас. Та-ра-дам, мельница, анимейшн, аниме от мельницы. Вот это заставочка, вот это я понимаю. Мульта мыла, вовл-юм, два. Вторая часть. Приветствую. Здравствуйте. Мне тут птичка напела, что я задолжал вам вторую часть мульта мыла по студии Мель. Как птичку звать? Фамилия, имя, отчество, где находится птичка? Поговорим с этой птичкой, пообщаемся. Что ж, я прибежал исправляться. В прошлый раз мы разобрались в истоках студии. Их главных хитах, а мне казалось, что два видоса было каких-то, что-то я лепутую, либо что-то было. Мы трыжем потом. 2010-е проходит для мельницы под эгидой жуткого конвейера, который не мог остановиться. Но не стоит отрицать, что-то денежки приносит. Довольно достойные образчики, какие именно, давайте разбираться перед вами вторая часть нашего богатырского эпоса. Хэ-хэ-хэй, поехали. Богатыри. Иван Царевич. Ну, а чтобы богатырём быть, нужно, естественно, взять с собой что-нибудь поесть, заварить бутербродики и всё это подготовить заранее. Поэтому, приятного аппетита. Это важно. Не смотрел. Блин, я у них мало что видел. Я сюда говорил, что я какие-то старые совсем мультики, может быть, чуть-чуть что-то я где-то видел, но прям полноценно, чтобы разбираться ещё, и чтобы вообще, как бы, их, в принципе, отличать. Не, не особо. Гатырской темой. И на этот раз им становится стёбные и фантасмагоричные адаптации Иван Царевича и Серого Волка. Режиссёром выступил ветеран студии Владимир Торопчик, а сценарий написал Александр Боярский вместе с внезапно участниками квартета и растискал Боитом, Леонидом Баратцем и их театральным режиссёром Сергеем Петрикова. Интересно. Сюжет рассказывает о плане, который с помощью Волка должен пройти сказочное испытание, чтобы жениться на царской дочери Василисе. Несмотря на то, что... А Василис этого хочет? Согласие получил? Обовидно всё. Как самостоятельное ответвление от богатырской франшизы, меня поначалу даже немного возмутило, насколько сильно Мельница ударяется в самоповторы. Глядя на ход повествования, глядя на персонажей, создаются впечатления, что перед нами чистая калька с богатырей. Ну да. Стилистика абсолютно та же. Абсолютно. О, персонажи даже. Был Юлий, стал Волк. Был Алёша, стал Иван. А это что? Правильно. Мультивселенная. Это всё мультивселенная. Потом всё это нужно видеть в какой-нибудь один фильм, где будет мультивселенная безумие. Царевича и богатырей. Взгляд здесь всё довольно вторичное и не должно вызывать эмоционально. Звучит хайпово. Отклик. Но по ходу действия я всё же начал потихоньку проникаться персонажами. И по итогу они показались мне даже чуточку ближе, чем ансамбль с богатырей. Если конь Юлий сам по себе довольно крикливый и истеричный, то здешний Волк более интеллигентный, расчётливый, кратчевый и эпатажный. Это он как так нардулся? А можно мне так же? Можно так? Как именно это сделать? Как? Кто ж так хочу? Я только умею живот. Блоп, 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 блоп. А вот так не умею. Так вот слушай, была у меня любовь. И что мне тут? Ну ребята, мудрость прям в голосе слышна. Серьёзный человек. Сразу понятно, солидный. Дало разбитое сердце. То же самое касается и кота в сучке. Ну-ка, кот тоже выглядит солидно. Михаил Боярск. Привкусно-образный джентльменской сдержанности меня очень подкупает. И мне кажется, что всему... Это так странно выглядит, когда кот на двух задних лапах ходит сзади. У него лапки вот эти передние типа руки. Это очень странно выглядит. Очень странно. Квартет И внесли в диалоги просто миллиард фирменных гэгов. Которые сделали их более живыми и самобытными. Прикольно. Стиль Квартета И, пусть и в анимационном ключе, здесь прослеживается невооружённым взглядом. Как по мне, это заметный плюс мультфильма. Кто-то может назвать это графоманией, но я очень люблю этих ребят. И считаю крайне удачной попытку сделать более зрелое, я бы даже сказал, тихое произведение. При этом Иван Царевич не уходит в какую-то дикую пошлятину для взрослых. Да и выглядит приятно. Грамотно балансирует между своими двумя ипостасями. Мне очень понравилось, как наши герои решают возникающие перед ними задачи. Персонажи не побеждают злодеев благодаря физической силе. Наши прохвосты одерживают верх над Бабой Его и заманивают её бартером. И выдают ей косметику. При помощи тех же колких квартетских диалогов сводят с ума Кащая бессмертного Змей Горыныча. И Волк быстрее побежал к бабушке. Стоп, очень близко мне тема, серый или белый? Кто? Какой стран такой у него голос этот? Он прикольный, но прям воспринимается как-то очень странненько. Как-то прям слишком солидно для Волка. Но как-то внешность у него такая хулиганская. Один серый, другой белый, два веселых волка. А-а-а, это гуси. Перестаньте! И во всем это чувствуется нетривиальный подход. Да велика щая, суки! Очень любопытно наблюдать, как герой спасает свои шкуры не при помощи пресловутой силушки богатырской, а при помощи своих длинных языков. Из минусов моего фильма я бы выделил, пожалуй, довольно скучную Ивану, у которого, ну вообще, нет какой-либо индивидуальности, хотя для нас это не в новинку, не так. Тайланд. Это довольно странный подбор голосов. И вот, например, вообще не могу воспринимать визги Ивана Охлобыстина в роли царя, но это уже лирика. Я бы назвал Иван Царевича. А как он звучит, блин, я ждал, что он сейчас покажет. Старевича своеобразным антиподом богатырям, более приземленным... У меня-то есть та же история вот с этим парнем, вот с волком, что-то как-то, я не знаю, как будто бы внешность все-таки не сочетается с голосом, никак не шумно. Забавно, что в свое время за это Иван Царевича и критиковали. Но в целом, для меня это очень приятные и остроумные словесные комедии, которые я внезапно скажу свое имя, а учитывая, что нас ждет дальше этот мультфильм, и вовсе прям как бальзам натош. Иван Царевич. Я понял, дальше будет весело. Часерый волк становится новым хитом студии, собирает хороший указок. 29 миллионов долларов при бюджете в 7,5, а значит банкет надо продолжать. Бабки, видели, там дед на фоне танцевал это, вот он просто, после этих 29 миллионов просто. С этим наши старые друзья, завозите по одному. Поехали. Партия гала. Три богатыря на дальних берегах. Пятая часть франшизы богатырей выходит спустя два года после четвертой. История персонажа... Немножко времени прошло, да? Недолго думали. Она же на сей раз не основана на какой-то конкретной сказке. Не на реальных событиях основана. Блин, то есть чистая от себя тина. На дальних берегах стал дебютом в режиссуре для Константина Феоксистова, который до этого работал аниматором первых четырех мультфильмов. Сценаристом выступил автор всех предыдущих частей богатырей Александр Боярский, а также Слава Сэ, написавший до этого ремейк джентльменов удачи. Ну, что-то слишком много тревожных звоночков, друзья. Но посмотрим. Это уже не звонки, блядь. Это в горн прям тебе в ухо вот так вот. Браааа! По сюжету свои злодейские дела возвращается творить Колыван, который вновь... О, опять этот мерзкий! Опять этот мерзкий тип! Княйца с Бабой Игоей решает притвориться европейским графом из 17 века. Все это для того, чтобы отжать у глупого князя власть. Ну, по классике, короче. Ну, а наших богатырей довольно быстро и легко дурят. Их уносят на далекий остров. Потом они встречают папуасов и борются с гигантской гориллой. А далее... О, там, наверное, еще я что-то как-то прям чувствую, что шуток столько. Хе-хе-хе, запрещенных! Мне точно нужно продолжать это смотреть, да? Выглядит как полный хаос. В это время наших героев подменяют на их более глупые копии. А самого Колывана охраняют какие-то кринжовые зайцы на стероидах. Мать, честно, это же что-то происходит. Что такое? Это адская с миссией за рандом. Ну, они прикольно выглядят. Думаю, никому не открою Америку, если скажу, что в этом мультфильме нет ничего достойного вашего внимания. Между самими богатырями нет практически никакой химии или комедийной динамики. Мужикам тупо нечего друг с другом делать, кроме как мочить супостатов и загорать на солнышке. По итогу, наши богатыри неосущественно отличаются от своих пуголовых клонов, что очень неронично. Не есть себе конфликтов. А клоны умнее, ребята. А представьте, клоны реально оказались умнее, смышленнее. Они там как бы... Город, так сказать, начал развиваться. Люди довольны. Люди счастливы. Клоны просто в стой раз лучше оригинала. Почти никаких дружеских подколов или что-то в этом духе. Даже в Шамаханской царице им прописали хоть и клишированную, но все-таки драму, когда им пришлось разделиться. Они выручали и спасали друг друга. Здесь же наши парни отыгрывают партии третий сортных героев, приключения которых пресные, максимально бесполезные филерны. Местами, конечно, проскакивают забавные гэги, но большую часть хронометража нас закидывают лавины из детсадовских пантомин. От музыкальной ставки с перепетой ля кукарачи у меня вообще до сих пор левый глаз дергается. Ой, это что, мюзикл? Все это действие было ради того, чтобы... Мы едим в отпуск. В ГТ-е появились буквально из ниоткуда, примчав Киев где-то за кадром. За три минуты до конца. Да. Они разбивают главных злодей. Мне кажется, так и я могу сделать, кстати, вот именно вот как они визуально это сделали конкретно. Я тоже так могу. Ну потрачу там, конечно, какое-то время, но в целом могу сделать такую же, типа, анимацию. Ну, типа, ну плюс-минус, даже может получше. Надеюсь, клонов богатырей отправляют вместе с фуасами и все. Не буду затягивать и скажу, что это очень сомнительное кино. Я не сказал, что на дальних берегах вызывают... Конченый бред. Моя оценка конченый бред. Рвотные позывы и прям ужасны во всех аспектах. Это просто крайне посредственный мультфильм, который совершенно не заслуживает вашего внимания. Это набор ленивых анимационных скетчей, которые связаны с сюжетом. Ну, опять же, детишко, мне кажется, такое прям вообще вполне себе зайдет. Прям максимально. Чисто номинально. Как вы можете заметить, богатыри окончательно утонули в болоте конвейера. И я говорю им свое новое. Ну, а финансовый успех серии лишь набирал обороты. Конечно. В бюджете в три с половиной. Вот это весь прикол, понимаешь? Это вот в этом весь прикол, что мы еще и в прошлый раз выяснили. Части как бы становились сами по себе не суперинтересными, не оригинальными, там все такое. Но бабла! Они брали, зарабатывали намного больше, чем до этого. Но я уж тогда говорил, что тут множество, наверное, факторов может сыграть роль. То есть и время, когда выходили старые мультики, и аудитория, которая тогда была, да? И возможности, и прочее, и прочее, и прочее. Но, тем не менее, факт остается фактом. Чем как бы дальше, тем больше денег. Но при этом в качестве, именно в какой-то, не знаю, ну, оригинальности, проработанности, чего-то там такого, может быть, нацеленности на взрослую плюс-минус аудиторию. Вот это, конечно, теряется. При этом бабок больше. Не знаю, какой вывод из этого сделать. Вывод в том, что они, наоборот, попали прямо в целевую аудиторию, в точку. Либо это все-таки какие-то внешние факторы, которые влияли, допустим, на не такие большие цифры и успех от прошлых частей. Которые, вроде как, были прикольнее. Не знаю, как вы думаете. Лена долларов, мультфильм собирает 31. Однако, отзывы зрителей и критиков явно оставляют желать лучшего. Но лучше мы уже не дождемся. Да, всем пукер. Всем пукер до отзыва критиков. Критики, блядь. Кто же здесь сидит? Алеша Поповича критикует мультики. Занят, что ли, нечем? Так вот, наверное, думают создатели. Да им пукер, реально. Они столько денег рубят. Тебе, 31 миллион. Че, критик написал? Что? Что критик, по сути, ни на что не повлиял даже. Ну, написал он хуйнюю рецензию. Что это конкретно поменяло? Ничего. Вообще ничего не поменяло. Потому что в итоге это смотрят детишки. В итоге это по приколу. Просто, знаешь, как, наверное, это происходит. Просто смотрят, что в кино есть. Какие мультики. Вот такие мультики. Там, дитё сидит такой. Вот это хочу. О, ты Алеша Попович. Ты богатыри. О, тут прикольный змей. И всё. И всё. Как бы идут. Билеты покупают. А потом, может быть, ещё и смотрят в онлайн кинотеатрах. И т.д. и т.п. Поэтому деньги рубятся за счёт целевой аудитории, которая есть у этих мультиков. И на критику, на обзор, на рецензию. Так поебать. Просто. Буквально ни на что не влияет. Вот в случае фильмов каких-то, да. Потому что фильмы это... Ну, когда не детские фильмы. А когда там на взрослую на плюс-минус такую аудиторию. Тогда да. Тут критика, обзоры могут повлиять. Потому что, ну, фильмы проваливаются. Такое бывает, конечно, часто. С мультиками, мне кажется, они реже проваливаются. Не знаю. У меня такое ощущение, что вот сколько мы не смотрим видосов про какие-то мультики дерьмовые. Они все, блядь, кассу собирают. Ну, именно вот отечественные, я имею в виду. Про какие-то зарубежные не говорю. А именно отечественные. Какие мультики не выходят. Они все, по-моему, охуительно продаются. Просто вот, ну, типа бабло они делают. Как ни крути. Были вообще минусовые какие-то мультики? Если кто-то разбирается, может, как опался в этой теме. Есть ли, настолько ли вообще много вот из всего, из всей этой кучи мультфильмов, вышедших отечественных, каких-то минусовых, которые, ну, просто как бы реально провалились. Много ли вообще такого? Да не особо. Мне кажется, даже вот, кто там выходил? Ну, погоди, которого все тоже говнякали. Мы даже видос по нему смотрели. По-моему, тоже он вполне успешный получился, нет? Могу ошибаться. Поправьте, если что. Умельница выпускает продолжение. Именно в плане финансовой части. Любившегося многим хита. Конвейер надо чередовать. Конвейер работает. Иван Царевич и Серый Волк 2. Сиквел Ивана Царевича вышел спустя два года после оригинала. Продолжение. Режиссером выступил Владимир Торопчик. И он также написал сценарий в сотрудничестве с Александром Боярским и Светланой Саченко. И самая главная проблема сиквела банально заключается как раз в сценарии. Квартет И больше не работал над мультируемом. И это заметно. Весь сиквел просто под завязку забит надоевшими клише. Конечно же, по сюжету долго и счастливо для Ивана и Василисы пока не предупредил. Дать-ка угадаю. 100 миллиардов они собрали в эту часть. И уже спустя пару месяцев после свадьбы они ссорятся, причем по самым клишированным причинам. Иван возмущается, что она, видите ли, такая сильная, независимая, ревнует ее к другим мужикам. И, разумеется, оба не умеют друг друга слушать. Короче, вы видели это уже сотни раз. Ну понятно. Царь, кот и волк. Ну в мультиках я не уверен, что мы видели такую сотню раз. То есть, типа, именно в мультиках, отечественных мультиках, по-моему, такого я чуть не припомню. Продумывают план, согласно которому злодей Черномор должен понарошку похищать Мишилису. А Иван... Черномор. Вот такой он, гадкий должен быть. Но он внешне нормально выглядит. Приятный молодой человек. Ну не молодой, старый, конечно. Но в целом нормально выглядит, приятный. Очередь спасает ее. И все у них будет хорошо. Но звучит у него имя такое. Черномор. Не знаю, у него одного вызывает. Как будто какой-то должен быть супер колдун. Такой, старый, такой, злой. Такой, Черномор. Чуть к Василису крадут по-настоящему. И Иван отправляется на ее спасение. И это вы, опять же, могли видеть сотни. Во, во, смотрите, он все-таки злой, походу. Черномор. Сразу прям поебалу видно. Черномор. После того, как Василису заточают замок в истории не происходит ровным счетом ничего. Основные действия, на мой взгляд, довольно унылые вела текущие. Разбавляют их довольно странные, ставленные не в попад музыкальные. Там, что это было, это самое, это что сейчас на блоком. Там, Эо, Аладдина, кроссовер. Классами рояля вместо зубов. О, да, прекрасно. Мне это будет еще месяц сниться. Ну и по своей тупой. Кринжулечку занесли. Сдайте. Тихо-тихо-тихо-тихо. Стойте. Ну да, тут маловато кринжа. Заноси-заноси. Вот, примерно, да. Примерно так. Волк отправляется на луну, считая, что Василису держат именно там. И вот они тусуются на луне. Но, учитывая, что царевна все это время заперта вообще в другом месте, вся эта сюжетная линия оказывается абсолютно бесполезной и никак не двигает историю вперед. Но, с другой стороны, идея с визуализациями на луне, когда герои воображают какой-то предмет, и он в итоге появляется наяву, довольно прикольная забава. Но проблем с темпом истории и общим привкусом бесполезности это, к сожалению, не отменяет. Все эти странные фантасмагоричные музыкальные номера несколько... А у Волка тот же голос? Тот же солидный голос. Выбивают из квартетовской атмосферы первой части, что очень расстраивает. Я бы не сказал, что сиквел Ивана Царевича это какой-то катастрофический кринж. Мультфильм все еще обладает обаятельными героями и местами Милом Хаусом из Рандо. Ну, теми же героями, что были в прошлой части, поэтому, как бы, да. Их обаяние, по сути, никуда не делось. Но в то же время он сильно проседает из-за клишированного и странного сценария. И по сравнению с оригиналом, это все же большой шаг назад, и я скажу, мэйби. Вторая часть Ивана Царевича вновь собирает хорошую кассу в 21 миллион долларов при бюджете в 3. Вполне тебе солидные деньги. Можно продолжать. Это такой продюсер, типа, можем делать дальше. А значит, 3-го оставался лишь вопросом времени. Ну, конечно. В 14-м году у нас вновь ротировочка на богатырей. Мне пора бы уже привыкнуть. Одно-второе, одно-второе. Ну, правильно, чтобы разнообразие держим. Планочку разнообразия, чтобы люди не... Люди не поняли. Чтобы они не поняли. Чтобы время, как бы, достаточно прошло, а не забыли, как было в прошлый раз. Нормально. Чтобы нормально было. Режиссером новой части Богатырей вновь выступил Константин Феоктистов. А сценарий также написали Александр Боярский, Светлана Саченко. Не устали они писать сценарий, нет? Слова С. Ход конем. Это 10-й юбилейный мультфильм в студии Мельницы. И по сюжету Юлий подслушивает разговор бояр и решает, что против князя готовится заговор. Как необычно. Он сообщает ему об этом, а не решает позвать на помощь богатырей, которые в это время махаются с пиратами. Им нужно анонимно отправить письмо Голубиной Почтой. Но у них не хватает денег. А чего? Поэтому Юлий примчал к дубу из самого первого фильма, которого озвучивает Нагиев. Затем дуб обыгрывает князя. Возвращение персонажей из прошлых частей. Дуб. Вернулся. Царство. Это что, какая-то нейросеть писала? Думаю, никого не удивлю, если скажу, что богатыри в очередной раз здесь представлены как полный пиот. Их снова вводит вокруг... Да как обычно. Как обычно, в принципе. Не, ну хотя вот этот вот, который справа, вот этот вот, он вроде же крутой. Мы смотрели как раз прошлую часть, и он вроде такой мудрый, крутой, серьезный. И такой ведьмак от мира богатырей. Пальцы и без труда охватают в плен. Илья и Добрыня здесь вновь предстают как два бесполезных пенька без каких-либо личных драм. Вот это самый топорылый. Вот это да. Но тот, который справа, он вообще нормальный вроде типа. Конфликт из богатырей у одного Алёши есть какая-никакая. Солидный, так сказать. Собственно, сюжетная линия. Цыганка нагадала ему, что рядом с Любавой... Цыганка. Какой-то чужак. И наш малый считает, что он же-ка ему изменяет. Но спустя 20 минут оказывается, что этот самый чужак всего лишь рыжий котяра. Что ж, ну прям... Ну и он его топит. Он ему мстит за измену. Он как бы его не убеждает ни в чем, в том, что это кот. Ну, кот-то кот. Знаешь, что с котом изменял. Шабава. Топит, блядь. Пиздец. Дети были в ах... Матери, родители сидели в шоке. Как вообще на такое привели? Что происходит? Фильм просили отменить. Но не отменили. Зато хорошую кассу собрал. Вот такая история должна быть жесткая. Но нет. Нет, слава богу, нет. Вот он. С ним все хорошо. С ним все в порядке. Видишь? Молочко пьет. Все. Это я так смеюсь каждый раз, конечно, смешной. Это мой обычный смех. Вы не видели его, не привыкли. Вот в первый раз увидели. Это мой обычный стандартный смех. Как только над чем-то смешным. Очень. А также мерзотные музыкальные номера. В одном из которых Юлия читает рэпчик. Я, пожалуйста, храню ваши уши. Современно-молодежно не надо, спасибо. Спасибо большое. Зачем Юлий вообще пошел к дубу? Они с князем собирались анонимно отправить письмо богатырям, но почему-то не удостужились заранее взять немного деньжа. В итоге оказывается, что никакого заговора против государства и не было вовсе. А бояре на самом деле готовили сюрприз князю на юбилей. И из-за своих пустей Юлий чуть не развалил все царство. Эх, смехота-то какая. Коняга. Ну ради чего тогда существует сюжет этого мультфильма? Ааа, ради... Сколько там сборов? 20, 30, 50 миллионов? Сколько? Вот ради этого примерно. В предыдущих частях здесь ты вновь попросту не веришь в происходящее, а герои отпели настолько, что ты теряешь к ним последние капелюшечки сопереживать. Ну и богатыри, оседлавшие коней. Блин, прикольно, что любую ерунду можно написать. Вот прям ху... Можно написать абсолютно как сценарий. И это все равно будет продаваться. И это будет собирать огромную кассу. То есть ты просто как бы берешь и пишешь чушь, ебаную. Это же... Это же так легко. Это же так легко чушь написать. Там не нужно прослеживать какие-то логические цепочки, нестейковки. Вот это все... Как-то это же все поебать, по сути, да? То есть деталей как бы нет. Каких-то... Ну какие-то, может быть, самые очевидные, что на поверхности лежат какие-то цепочки логические. Это да. Это уж совсем оху... Это не надо в целом, да? Но... То есть можно просто поебать написать и нормально. Можно взять сценарий, не знаю, сериала, аниме любого. Че угодно вообще можно. Даже не придумывать. Можно даже просто посмотреть и примерно то же самое написать, только в рамках вот этой вселенной. Богатырей, царевичей и всего... Это же так... Это же, блядь, бесконечное жило. Мне кажется, так же рассуждали продюсеры и вот эти все сценаристы, которые, в принципе, это все пишут. Искрылими, играющие в настольный хоккей, это, конечно, сильно, господа. В итоге, в финальной битве с дубом сталкивается внезапно Тихон, который почему-то обыгрывает его во всех игрыщих. Но почему Тихон-то? Господи, рандом отжигает на полную катушку. Богатыри дают люлей приспешникам. Это время Тихона. Тум-тум-тум. Тихона. Тум-тум-тум. Тихона. Тум-тум-тум. Играй там по-крупному. Тум-тум-тум. И по-кромкому. Давайте еще партию кринжа. Спасибо. Так, стоп. А раньше этого нельзя было сделать? Зачем надо было вообще играть с дубом, пропукивать ему и уезжать из Киева? Что за чертовщина? В конечном счете, дуб превращается в уродливую графунистую верзилу и не переживайте до конца мультфильма всего 2 минуты. Поэтому Тихон без труда его одолеет. Но это уже шаблонная классика жанра. Вот и сказочке конец. А кто слушал, будет собирать остатки своего мозга с пол. Перед нами абсолютнейшая пустышка, оставляющая кислое, послевкусие и пробитый лоб после просмотра. И этого вновь вполне достаточно, чтобы укрепить мультфильму новую. Ты уже начинаешь чувствовать привкус манной каши во рту, когда смотришь эту богатырскую антологию. И тут внезапно, на поприще деньги в жамалке, что-то идет не так. Сборы мультфильма на сей раз составляют только 17 миллионов долларов, что почти вдвое меньше... Это что такое? Такой, типа, знаете, продюсер сидит в куче золота, как с Круч Макдак такой... Выныривает. Это что такое, блядь? Что так мало, блядь? 17? Почему так мало? Сборов предшественника. Ну не беда. Ну что-то серьезно. Самое время расчехлять Ивана Царевича. Опять. Вы даже не старайтесь, да? Ну нет. А может быть стараются, знаете? А может быть, на самом деле, там максимально сценаристы стараются. Вот прям пиздец. Они вот сидят, знаете, как вот такие сценаристы, как писатели какие-то. И музу ждут, там, вдохновение. Они там, типа, пишут один листок написал. Не, все, удаляю, не нравится, еще заново пишут. И вот прям они маринуют-маринуют-маринуют-маринуют сценарий. Максимально ответственно к этому относятся. Психологу, психотерапевтам ходят, потому что у них какие-то, ну, кризисы происходят из-за того, что не знают, что написать, какой сценарий выдать. Это прям огромный сложный процесс, который выливается в это. Это было бы намного жуще, если бы так происходило. Да и ладно, ладно, я сомневаюсь, что это так, конечно. Но если это так, конечно, и люди, которые над этим всем работают, кроме анимации, да, потому что люди, которые отвечают за анимацию, за техническую составляющую, они, конечно, да, там все понятно, вообще вопросов нет. А вот сценаристы, я не знаю, насколько они, если действительно относятся вот так к своему труду, ну, ладно, окей, это, конечно, странно, в принципе. Тогда, может быть, стоит сменить сценаристов, ни на что не намекая. Но если нет, если им похуй, что как раз, наверное, вероятнее всего, то, в принципе, все сходится. Хлебость, щитом и мечом. Всем оставаться на своих местах. Перед нами первая историческая драма в истории студий. Не пугайтесь. Вау, основан на реальных событиях? Режиссером фильма выступил Федор Дмитрий. Ну, разве может Федор Дмитриев с таким добрым лицом сделать хуйню? Я думаю, что нет. До этого занимавшийся постановкой серии Лунтика и начинающихся Барбоскиных. Ну, нормально, что? Барбоскиных, не знаю, не слышал. Про Лунтика слыхал, парень вроде неплохой. Сценарий написал нам уж запомнившись... Опять, да, еще раз. ...Александр Боярский. У Боярского, мне кажется, под кроватью просто 10 тысяч сценариев сразу готовых. Он просто один, второй, третий выдает. Что ж получилось у такого неординарного дуэта? Картина словно на реальных исторических событиях об осаде Смоленска в 1609 году. Сюжет рассказывает о смелом и энергичном пацане Сашке, который рвется помочь защищать крепость от нападающих польских солдат во главе с королем Сигизмунтом. По мере истории ему придется научиться ответственности... Вот тут тема странная взята, да? ...и понять, что даже небольшой вклад в общее дело может сыграть очень важную роль в нужный момент. Мультфильм уже с самого начала подкупает своим визуалом. Любопытная анимация с хорошо прорисованными тенями, красивые задники, грамотное использование камня. Темный тон, вот это мне бросилось сейчас в глаза, потому что это такой прям dark version. Dark версия, темная версия, как будто бы от того, что было до этого. Такая темная, серьезная версия. Это как, знаете, если сравнить старых Бэтменов, которые такие с отточками, веселые, такие разноцветные. И потом вышел Бэтмен Нолана. Вот это вот Бэтмен Нолана от Мира Богатырей. ...петерной графики. Также в фильме используется широкий формат картинки, что придает сценам чувство масштаба и глубины. На удивление, Александр Боярский еще может писать хорошие сценарии. Еще. Как от Богатырей удержить подальше. И здесь есть даже парочка неплохих сюжетных поворотов. Персонажи, как бы вот эти взрослые все персонажи выглядят прям, знаете, как-то намного солиднее, чем эти самые Богатыри. Потому что, благодаря, как дурочки выглядят. Ну, какие-то, типа, огромные тела, что-то большая, маленькая голова. А здесь они прям серьезно, солидно, нормально. Авторы хорошо раскрывают и мифологическую сторону истории, которая подана достаточно креативно. Хотя многих зрителей финал картины вогнал в определенный ступор. Но, без спойлеров, если собрать все кучки пазлого едино, все станет на свои места. Довольно спорным моментом для многих послужил посыл фильма. Чувство патриотизма здесь местами перекликается с военным романтизмом, да еще и с участием детей. Такое, пожалуй, не каждому придется по душе. Но, на мой взгляд, авторы придают всему этому некий баланс и щепотку неоднозначности. Мультфильмы не стесняются показывать, что на войне умирают и умирают много. Блин, ну это очень странно, да? Потому что такой контраст между тем, что выходило до этого. Детские еб***ь какие-то сказки непонятные. И вот это вот. Вот это вот. Смотри, гора трубка валяется. Че за х***я? Куда я пришел? Там, представляю, вот это вот дитё или там родители какие-нибудь, которые ходили на все эти мультики, пришли на новый такой мультик. Ой, будет весело, наверное, так же там дракончик. Волк, появится, мам? Мам, волк появится? Конечно, появится. И тут бам, начинаются тысячи тел. Чел такой без руки, на х***я уйдет, что-то без головы. Еб***ь, жесть. Мама, волк появится? Я не хочу, чтобы он появлялся в этом мультике. Еб***ь. Это очень жесткий контраст. Я надеюсь, они как-то предупреждали, что из себя представляет этот мультик. Потому что реально, по привычке же, по инерции люди, наверное, шли на это. И если ты идешь на одно, а получаешь вот эту дичь, наверное, ну, ты будешь немножко, мягко говоря, смущен. Сцены боев масштабны, но при этом не лишены напряжения и трагизма. Главные воеводы всячески ограждают Сашку от военных действий, что показывает... Более, сейчас окажется, что он собрал, там, не знаю, 5 миллионов по сравнению с тем, что до этого было. Правильный великодушный. Сами русские люди здесь тоже неоднозначно. Они могут не только героически защищать свою землю, но также и ошибаться, наводить смуту, придавать общие интересы и даже собственный народ. Все это делает проблематику мультфильма более интересной и многогранной. С другой же стороны, немного удручает, но слишком уж клишированный, самовлюбленный польский король Сигизмун III. Из-за того, как его представили в мультфильме, в Польше разгорелся настоящий скандал. Мы не даже спекулировали. Кому-то не по*** эти мультики в мире, я имею в виду. Что фильм специально был создан по заказу российского правительства с целью демонизировать поляков и западное общество. Но мы сейчас не будем углубляться в эту тему, себе дороже, если честно. Немного абстрагируюсь и скажу, что наблюдать мультфильм такого уровня от мельницы после череды убогих сиквелов из известных франшиз, это настоящий глоток. Мне теперь интерес, сколько он собрал. В протяжении 12 лет после «Карлика носа» мельница не выпускала подобных серьезных и масштабных проектов. И хотя я понимаю все недостатки и спорные моменты, но все же скажу, крепости щитом и мечом свою ес. Солидно, солидно. Тому проекту стоит дать шанс, особенно в контексте того, как он тонет и захлебывается в богатырском ширпотребе. Ожидаемый мультфильм проваливается в прокате, собирает чуть больше одного мельницы. Один миллион, один бля... Ну, вот как бы, шо и требовалось доказать, да? Ну, хуй никому не всралась это. Вот прям, кроме обзорщика Чак Ревью, который скажет «Есс!» На который всем поебать, из людей, которые затрудились над этим мультиком. Вообще ни на что не влияет. Ну, то есть, не надо это. Вот это не целевая аудитория. Мультики такие, видимо, сейчас не востребованы. У нас вообще, абсолютно. Разве что, разве что, делать такие мультики и нацеливаться, это, как бы, на... Вне России, да? Как-то на мир. С чем, тем более, сейчас сложнее. Вообще, в целом, мне кажется. Но, тем не менее, только, наверное, так. Потому что, если говорить про международное сообщество, там, типа, мир... Да, такие мультики могут цениться. Они ценятся, взрослые какие-то мультфильмы. Но, вот, в рамках у нас, что, видите, ну, не надо это никому. Неинтересный-то, блядь. Хуй не ба... Мне нужны... Мне нужны... Волк! Волк где, блядь? Волк разговаривающий! Волк хочу волка! Ну, вот, понимаете... Ну, а как дальше-то делать такие? Ну, вот, хороший мультик вышел. Что, смотришь, но он миллиам собрал. Теперь уже внешние факторы, я хуй не знаю, насколько повлияли на это. Потому что, ну, вот, он собрал миллион. Какой смысл дальше делать такое? Какой смысл, когда в 30 раз больше собирает какая-то охуня из-под за... Грубо говоря, коня. Поэтому, я не знаю. Вот такие вот выводы, к сожалению. Ну, вот так вот это выглядит. Правда, жизнь. В 3,5. Так что, увы, драматический эксперимент не выгорел. А это значит, что пора возвращаться к проверенным... Не знаю. Либо это как-то нужно просто... Ну, я не знаю, что с этим делать. То есть, ты выпускаешь мультики, как-то нацеливаться на другую аудиторию. И рекламировать это все, наверное, среди другой аудитории. Как-то нацеливаться на взрослых людей. Наверное, как-то так это надо делать. А не делают это по шаблонам того, как, собственно, вот эти стандартные свои мультики. Наверное, это неправильно. То есть, тут и подход должен быть глобально совсем другой к такому продукту. А другой подход, он требует разработки этого подхода. Пробовать этот подход. Зачем? Да кому это надо, блядь? 30 лямов. Вон, валяются там. Этого, Боярского или как там это. Позовите кто-нибудь сценарий. У него там еще один, по-моему, был. Готовый. Сейчас все сделаем. И фитиксово, или я уже не помню, сложно фамилию у режиссера. Вот его тоже позовите. С ним было 30 миллионов. Вот этого выгоните, нахуй, добряка. Этот добрак нам не нужен. Я ему сказал, помните, посмотрел ему в добрые глаза и сказал, такой человек с добрым лицом не мог снять. Он и не снял, но его нахуй, добряка этого. Потому что нам нужен фитиксов, фитисов или как там его. Ну вот этот, который 30 лямов принес. Давайте его сюда. Сейчас поговорим. Иван Царевич и Серый Волк 3. Еееей, возвращаемся к Волку. Третья часть Иван Царевича, это какое-то сплошное противоречие. Вот вроде у нас Квартет И вновь отвечает за сценарий. И казалось бы, ребята, в очередной раз. А получилось, хуйня, да? Ну все, значит. Квартет И, так сказать, сделал все, что мог. Мы должны были повторить успех первого мультфильма, написав смешную историю в своем фирменном стиле. Смешную историю, напиши. Я просто представляю людей, которые вот это вот деньги дают. Позвали Квартет и такие. Ребят, нам нужно написать что-нибудь смешное. Вот так же. Вот вы в прошлый раз смешно написали. Смешной сделайте вы. Пожалуйста. Спасибо. Но в третьем Иване Царевиче их участие практически не ощущается. Здесь нет квартетовского шарма, самобытного юма... Интересно, почему, кстати. ...роли острова, что мне дали свободу, говорят. Такое ощущение, что мужики просто выполнили заказ по техническому заданию. А со стороны продюсеров им было велено сильно не креативить в привычной манере, чтобы не отпугнуть детсадовскую аудиторию. У нас тут все-таки балаган с падающими гэгами, как... Никак. И получилось, как получилось. Начинается все с того, что царь передает власть Ивана. Но так как царевич у нас дурак, он отдает корону пуглу, которая внезапно ожи... Бывает и оказывается, что это некий политический деятель Пал Палыч, который проворачивает неким повидло. А повидло это непростое. Оно обладает особой ценностью и приманивает зарубежных политиков. На самой Руси находится месторождение этого повидла. Политики со всего света съезжаются на саммит. И короче, как вы могли догадаться, повидло, вокруг которого все сокрушаются, это аналогия на нефть. Ложку политатой в детском мультфильме заказывали? В этом, пожалуй, заключается одна из главных проблем Триквы. Здесь буквально весь сюжет построен на политической сатире среднего пошива. И когда авторы талантливо лавируют между условными взрослыми и детскими темами, и в мультфильмах присутствует щепотка злободневности, это приемлемо. Но в данном случае вышел перебор. Особенно удалечает то, что вся сатира в итоге уходит в беспросветное никуда. А мне, кстати, если честно, не особо нравится произведение вот этой злободня с какими-то повестками и прочим, потому что мне больше нравится, когда произведение не зациклено на происходящем внешнем, вот этом всем. Ну, какие-то могут быть там отсылки, например, да, отсылки могут быть, окей. Какие-то отсылки, да, это прикольно. Но когда сюжет на это завязано, и вот это вот как бы прям в сюжет запихивают что-то повесточное, что бы ни было, но вот все, что связано с тем, что происходит в современном мире, это не прикольно. Почему? Потому что даже в старых произведениях, когда ты их смотришь, фильмы или сериалы, и вот такие вот, где, допустим, что-то повесточное было, ну, где-то в сюжет заложено было, во-первых, ты это ни хуя не увидишь, не поймешь, наверное, ну, с большой долей вероятности нет, потому что иногда это могут быть события, которые, допустим, не интересовался в прошлом, кто-то не знает, кто-то знает, ну, да, типа, это окей, может быть как-то. Но прикол в том, что ты спустя время даже не поймешь, к чему этот, этот, когда юмор построен на каких-то повесточных историях, вот прям о том, что здесь и сейчас происходит, через 20-50 лет это же будет уже не особо актуально. Есть какие-то общие темы, универсальные, над которыми шутят, это вот, знаете, бессмертные какие-то истории, жиза вот эта вот, которая есть в целом. И тогда она, да, она актуальна спустя сколько там времени, это еще в книгах можно увидеть, и т.д., и т.п., которые были написаны, я знаю сколько, пойми сколько лет назад, и все равно читаешь, типа, блин, ну, это прям вообще про сегодня, да? А я имею в виду конкретика, вот конкретные события, которые берутся, и делается вот эта вот какая-то повесточная история вокруг этих событий, так через 20 лет уже все, всем будет. Ну, как бы, уже все, на с**ть абсолютно. Зачем ты это сделал? Вот через 50 лет будет человек смотреть это, и не поймет, к чему это. А в чем юмор этот был? Ну, вот сейчас это смешно, если ты посмотришь, да, это ха-ха-ха, вот это прям на злобу дня. А тогда злоба дня уж другая будет, поэтому не люблю, когда вот вокруг этого все конкретно строят. Короче, не особо мне это нравится, потому что как будто бы в какой-то степени это очень вредит оригинальности самого произведения и сюжета. Мне так кажется. Ну, я не знаю, наверное, Кривкос объяснил, может быть, кто-то понял, а может быть и нет. Но в любом случае, короче, как-то Кривкос объяснил. Как-то не особо понятно, что авторы хотели сказать всеми этими заигрываниями в политюмор. Что наше государство целиком построено на повидловских обещаниях? И что стоит съесть ложечку повидла, так Россия превратится в крутое европейское государство с театрами, магазинами и библиотеками? Ну, все это будет лишь фикцией, которая замыливает людям глаза? Ну, может, мысль в том, что страна не должна зацикливаться на условном сырьевом богатстве? Ну, посыл для такого мультфильма все равно выходит каким-то странным, а исполнение так вовсе кажется путаным и размытым. Иностранцы предстают тут супер клишированными стереотипами. Немцы, которые вечно кричат «Я-я-я-я», французы в беретах и американцы, которые ходят в костюмах из секьюрити. Ссылками на современность авторы также сильно переборщили. И при просмотре происходит нехилый такой культурный дисконнект. Если первые две части в этом плане ходили где-то на грани и можно было хихик, то уже по мере действия Триквила все эти ковры самолета с навигаторами начинают очень сильно утомлять. Герой на сей раз также прописаны довольно скудно. Хорошо, что у Ивана появилась какая-никакая сюжетная арка. Культурный дисконнект, кстати, хорошая фраза. Прям именно то, что действительно вот происходит при просмотре подобного. То есть сделали с Василисой, это ну как-то совсем печально. Из немного наивной, но все же амбициозной и разрывающей шаблоны героини она превратилась в типичную тупую бабу. Она страшно красится и носит огурцы на лице. Она хочет только мотаться по магазинам и тратить все деньги. А еще она не умеет водить карету и не может припарковать ее на протяжении всего... Ну борщ приготовить можете надеть? Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Прям вкусненький приготовить. Хорош такой. Ой, прям нас мясца еще закинуть. Ну ребята, ну что? Разве это не солидное умение? Разве не солидный навык? Просто из воздуха и так же пропадает никуда. Ну в целом-то... Части кота боярского сильно урезали и только... Борща захотелось. На хуй я делаю? Я себя разодориваю. Я вот каждый раз как про еду начинаю вспоминать что-нибудь и вот начинаю себя закручивать, закручивать. В голове предстоял борщик, потом предстоял хлеб, который можно взять, потом первое, потом второе, потом десертиком можно это все... Смотрим. Волк по-прежнему остается гласным и обаятельным, но, увы, на нем одном далеко не уедешь. Весь хронометраж я просто просидел с деревянным лицом, а оттого вдвойне неприятно каждый раз напоминать себе, что все действие написал квартет. И третий Иван Царевич это сборник скучнейших... Пройнебался квартетой в этот раз. ...смешных, несмешных пантомим, которые даже с участием оригинальных авторов сумел вогнать франшизу в белую горячку. Особенно недоумение вызывает анимацию. Классические кадры сочетаются с флэш-технологии, а некоторые... О-о-о-о-о-о-о-о-о... Это в начале 0-евых, что ли, вышло? Вовсе кажется какими-то недорисованными. Видимо, очень спешили и по классике получилась тяпля. Очень печально, что ровно такую же ситуацию в мельнице мы наблюдали не раз. И, наверное, пора бы уже к этому прив cat сколько сбора, сбора, 75 миллионов Но уже в десять раз лучше, чем вот этот вот добряк собрал. Нормально, нормально. Но что-то маловато, конечно. Десять миллионов это прям маловато. Неужели люди начинают понимать? Давно их не было. Не ожидали? Я уже сам утомился с того, насколько сильно мы утонули в богатырях. Сделали бы уже мультсериал для канала «Карусели» и не... Нет, 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 не говори так. Попарились бы, вот серьезно. По сюжету нашим богатырям становится скучно. Не даваем идей. ...из-за того, что они победили всех злодеев в округе и не знают, чем заняться. Мужики внезапно обнаруживают, что стилушки богатырской у них поубавилось. Посему они направляются в Китай за зубом дальнего сородича Горыныча. А у князя и... Икота, что ли? Я что-то не понял, что сейчас был. Да, походу, Икота, ребята, сейчас начнется. Господи, надо досматривать. Юлия вновь свои траблы, они отправляются на морское дно. А, так что, вы теперь под водой дышать умеете? Конечно же! Жен... Боль... Икота, сука, как-то не вовремя. Я досмотрю. Я досмотрю. Нормально. Он и богатыри, и все женщины в Киеве становятся русалками. Князь и Юлия летают на пингвинах. Бабка, осьминожка, стирка... Господи, как эта бабка страшно выглядит. Белья под водой и... Ну, всё, вы видите всё сами. Уровень трешовости седьмой частью достигает каких-то запредельных значений. И, конечно же, авторы делают это абсалит. Ну, чё-то прям дичь началась какая-то максимально. Это чё за хуя... Что тут вообще происходит у нас на глазах сейчас? Ну, мы же... Чтобы мне не плеваться от одного и того же уже сотни раз по кругу, скажу лишь, что от франшизы Бактерии уже поздно требовать деконструкции жанра и грамотно прописанных героев. Они слишком далеко за... Всё, точка не ваш врата пройдена. Остроумных шуток, драмы или даже простого, связанного, полноценного приключения. Это всё осталось... А зачем? Так, самый интересный, сколько денег это всё соберёт сейчас. Это прям самое... Можно прям ставить. Ставочки всякие делают на это. На лёком прошлом, друзья. Поэтому отныне нужно принимать новые правила игры. Какая же дикая хуя. Прям по уровню, по градусу. Вот этой вот дикости, дичи, которая происходит. Мне это напоминает какие-то рекламы японские. Просто чё за пи... Вот смотришь, на экране какой-то пи... Происходит максимальный хифрый. Никаких правил. Увы, но начиная с этой части, франшиза богатырей уже не спасти. Если предыдущие продолжения были просто убогеньким ширпотребом, то морской царь это уже по-настоящему мультиплинские и исполинские помои. Серия доросла до неудобоваримой карапузной трешатиной. Поэтому давайте все дружно скажем «но». И пока что приостановимся на сегодня с дозой богатырей в Крым. Как, сколько? В свое время я делал мульторазносный этот мультфильм. Но поскольку ребята из Мельницы довольно обидчивые, они вручную лепят жалобы и блокируют обзоры, которые выставляют их мультфильмы в невыгодном свете. Видимо, от этого я еще сильнее обижаюсь на этот мультфильм. Но богатыри так же, как и в... Ребята, что вы добавили новое? Как так получилось? Это продюсер, если что. Так что мы с ними еще встретимся, но потом. Ну а Мельницы уже в следующем году упускает довольно нестандартный для себя проект. Так, что-то нестандартное, значит, я неприбыльный. Урфин Джуз и его деревянные солдаты Ооо, это мы и видели где-то, это мы знаем. У нас был какой-то видос, который мы смотрели по Урфин Джузе. Урфин Джуз примечателен тем, что... Уакра, Уакра, если не ошибаюсь, это было. Можешь посмотреть на канале, есть. Хе-хе-хе-хе. ...то является первым трехмерным анимационным фильмом Мельницы. У этой работы было аж три режиссера. Владимир Торопчин, Федор... О, Добряк, Добряк участвовал. Он основан на одноименной книге Александра Волкова, которая является продолжением «Волшебника изумрудного города». Получается своеобразный софт-рибут. Если вспомнить, что самым первым проектом Мельницы была как раз экранизация «Волшебника». Аниматоры частично опирались на образы из оригинального мультсериала, за что им, кстати, огромный респект. По сюжету коварный, злобный Урфин Джуз собирается захватить изумрудный город при помощи своих деревянных солдат-дуболом. Но его планом должна помешать девочка Элли, внучка Элли. Да-да-да. Старошила, Дровосек и Лев. Короче говоря, те же яйца, только впрочем. Я помню, что там в итоге Урфин Джуз-то, по сути, и не было в мультике, грубо говоря. То есть он называется Урфин Джуз, а он нихуя по мне присутствовал почти что. Перед нами пересказ оригинальной сказки на новые манеры с новыми злодеями. Массы очень невзлюбили этот мультфильм. И, признаться честно, есть за что. Первые две минуты пролога выполнены в рисованном стиле. О, вот это классно выглядит, я считаю, сказал. Поначалу кажется весьма милыми, и тут хребет, и нас с головой отзывается в прорубь то самое. Пресловутая 3D. И весь шарм картинки с легкостью улетучивается. Я бы не сказал, что анимация тут прям дико с***, а ты и отталкивающая. Она вполне себе ничего. Особенно если учитывать, что это первый, блин, студии на поприще 3D-анимации. Проблема с мультфильмом тут, пожалуй, в другом. Урфин Джуз это очень пресное, предсказуемое, стерильное и тухлое зрелище. Больше всего вопросов вызывает сам Урфин Джуз в исполнении Константина Хабецкого. Наш эдакий гринч от Мира Изумрудного Города получился крайне необаятельным бомжарой. А вкупе с голосом Хабецкого, который отыгрывает его будто в полсилы, ты попросту начинаешь ловить тоску во время просмотра. Наши главные герои, но слишком уж правильные и сахарные, оттого невероятно скучные. От диалогов Элли с Татошкой аж зубы начинают сводить. Сейчас ты можешь загадать всё, что угодно. Давай, загадывай скорее. Завтра у меня контрольные по математике. Нет, математику я и так напишу. Сочинение в следующую пятницу. И всё превращается в карнавал кислых морализаторств на тему дружбы, семьи и бла-бла-бла. Так история заканчивается на стандартнейшем хэппенде, после того, как наши герои побеждают клишированного жестяного робота. С другой стороны, стоит отметить, что Мультфинс уже имеет какой-никакой сюжетный костяк. Фильм не стыдный, в нём нет кринжового юмора или ворвиглазной графики. Сказать по правде, я ожидал, что будет гораздо хуже. Вот, видишь, ожидание, главное, не устраивать, вы суки, и всё нормально. Учесть удобоваримую картинку и то, что создатели уже отдают дань уважения своему же мультсериалу. Люди, которые, знаете, делали эту анимацию, такие, спасибо большое за удобоваримые. Волшебник изумрудного города, то мультфильм дотягивает до малюсенькой мэйби. Урфинжу зарабатывает неплохую кассу в размере 6 миллионов долларов. Получше, знаете, добряка можно и, в принципе, возвращать потихоньку, но не в соло. В соло добряк хуй делает. Вот. Нормально, 6 миллионов. Дадим ему ещё шанс. Дадим ещё один шанс. Если вот следующий фильм наберёт 12, оставляем добряка и делает после следующей. Если меньше 12, нахуй этого добряка. Так принимают решения в мельнице. На самом деле, я не видел ни один из этих мультиков. Я всё-таки дополню и скажу, да, потому что это всё-таки объективно будет. Я не смотрел ни один из этих мультиков, ну, кроме, наверное, самых старых, которые были ещё в прошлом видосе у Чака. Вот. Поэтому я не берусь судить о них. Прям вот именно суперуверенно. И как будто бы это истина в последней инстанции. Конечно же, нет. Потому что я всё-таки за то, чтобы всегда, даже вот если прям суперочевидно, что хуй я ебаня, я всегда за то, чтобы самому посмотреть и самому оценить. Поэтому я не берусь говорить, что вот оно прям вот так, как есть здесь у Чака. Оно так и есть. Может быть, что-то хорошее есть в этих мультиках. Может быть, они в целом хорошие. Может, кому-то они даже понравятся, какие-то части, которые, допустим, здесь в этом именно видосе выставлены как полнейшее. Может быть, а может нет. Поэтому тут надо понимать, что мы смотрим это как юморной такой видос, понятное дело, посвящённый этой мельнице. И я как бы в рамках вселенной выстроенной как бы в этом видосе и про мельницу говорю, и про эти мультики, и т.д. и т.п. Всё это надо понимать. Это надо понимать, поэтому я как бы отдельно это всё-таки вслух скажу, что может быть там это как бы и не так. Может, оно всё хорошее. Может, просто Чака мне понравилось. Такое бывает. Такое тоже бывает. Поэтому я не смотрел прям как бы от себя сказать, как свою оценку дать не могу. Буду ли я смотреть? Ну, конечно же, нет. Потому что у меня много чего, если честно, другого намного прикольнее и интереснее. Что ещё как бы надо смотреть, 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 куча всё накопилась. Так что мельница, ну, разве что в последнюю очередь. Прям вот в самую последнюю. Вот мне интересно стало про фильм Добряка посмотреть. Что-то я его Добряком назвал. Ну, как бы он добрый. Добрые глаза, добрый человек. Всё как бы Добряком доброго человека-то не называть. Вот тот фильм, который он снял, который прям Нолновская версия богатырей, вот это я посмотрел, если честно. Вот всё остальное, наверное, нет, потому что мне, в принципе, такое не особо интересно. А вот тот мультик, я, наверное, посмотрел бы, мне прям интересно, как оно на самом деле. Настолько ли он действительно суровый, прям жёсткий, или всё-таки что-то там по-другому. Интересно. В новом формате для студии, мультфильму можно простить то, что он выбрал суперстерильный и безопасный путь. Но такой акт снисходительности сработает только один раз. Лев тут максимально встатый, кстати, просто пи***ц. А всё потому, что дальше будет хуже. Ура! Возможно. А глядовая дальнейшую историю студии, мы понимаем, что богатырский кар... Серьёзный, блин, там чувак сидел, который мне напомнил этого актёра, который ведёт... Лучше из Бразерс. Вернись, бишь. Там уже и Барбоскины войдут в здание, и спин-офф Аканей Юлии. Не, вот к людям, которые анимацию делают, которые за техническую составляющую отвечают, вообще ноль претензий. Это реально, это сложно, это трудно, это прям... Это молодцы. Даже вот, ну, как бы, художники в том числе, вообще все вот эти люди, которые за техническую составляющую отвечают, мне кажется, они во всех этих мультиках вполне себе работу свою хорошо делают. То есть даже 3D, если брать, это всратая. Но оно как бы всратая может быть на уровне, если сравнивать с мировым. У нас-то для нашего, так сказать, кино, для наших мультиков, это вполне себе годные 3D. Я уверен, что люди, которые занимаются этим 3D, наверняка прокачивают свои навыки, наверняка учатся делать лучше, и т.д., и т.п. То есть это же всё прокачка, это всё опыт, это всё как бы набивание руки в том числе. Поэтому в этом плане большие молодцы, те, кто делают именно рисовку, анимацию, и т.д., и т.п. Сценаристы, вот это тоже к ним вопросы, да, большие могут быть. И к режиссёрам могут быть большие вопросы, к композитору могут быть большие вопросы. Потому что, ну, тут уже как бы оценивать можно так, как бы по-разному. Но вот технические люди, которые делают, рисуют, анимируют, это да. Но это не отнять то факт, что в этом многообразии и однообразии могут оказаться достойны эксперименты. И спойлер, они будут. Но подробнее об этом. Ну, кроме самого г... Ну, вот если прям самое г... О, говище брать, тогда да. Тогда, конечно, ну, типа, вряд ли можно сказать, что молодцы большие. А так вот, все эти мультики, которые мы сейчас смотрим, ну, несмотря на то, что они детские-недетские, они же хорошо выглядят. Они визуально прям очень приятно смотрятся. Это мы узнаем уже в следующей части. Все. Да, мы разогнали эпопею по мельнице до трилогии. Эй! А что вы мне сделаете? А квадрология будет? Да, эти серии Барбоскиных смотреть, да? Хе. Пожалуйста, не надо. Надо, надо. Хе-хе, все, ребята. Вот такой вот видос от Чека Ревью, такой вот душный конвейер мельницы. Третья часть, так сказать, о коминг. Вот. Спасибо, что составили компанию. Пишите, что думаете, в принципе, об этих мультиках. Смотрите ли вы их или нет? Я не знаю, на самом деле. Потому что, ну, они совсем, конечно, для совсем вот таких вот маленьких, да? Я не знаю, насколько среди вас есть именно люди, которые прям с удовольствием, так сказать, такое смотрят. Но могу ошибаться. Поэтому пиши, короче, в комментарии. Естественно, пальчик не забудь поставить. Огромное спасибо всем, кто это делает. Большую, большущая поддержка. И, естественно, подписывальщики организуйте. Если этого не сделали, подписывайтесь. Еще раз скажу, что есть телеграм-канал. Ссылочка на него внизу. В телеграм-канале вообще как бы дополнительно какой-то контент происходит, кроме Ютуба. Ну и есть каналчик с игрушечками. Вот. Там отлично проводим время не только за видосами, но и за игрушечками. Канальчик свеженький, поэтому твоя поддержка там прям максимально, конечно же, нужна. Спасибо большое. Все. Увидимся с тобой где-нибудь и когда-нибудь. Муа! Бах! Бах!